Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 8 октября, Православная Церковь празднует перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского и Свияжского. Святитель Герман, архиепископ Казанский, жил в XVI веке, родился в городе Старице, происходил из древнего боярского рода Полевых. В молодые года Григорий, так его звали в миру, принял постриг в Иосифо-Волоколамском монастыре от Игумена Гурия, впоследствии святого архиепископа Казанского. В монастыре святой занимался книгописанием, был близок с жившим там в заключении преподобным Максимом Греком. В 1551 году братья Старицкого Успенского монастыря, узнав о благочестии своего соотечественника, избрала его архимандритом. Вступив в управление монастырем, святой Герман с пастырской ревностью заботился о его благоустройстве как внешнем, так и внутреннем. Для иноков он был образцом смирения и кротости. Он увещевал всех строго соблюдать иноческие обязанности, а для руководства ввел в свои обители устав преподобного Иосифа Володского. Но через два с половиной года архимандрит Герман оставил Старицкий монастырь, передав начальство в нем своему постриженнику, священно-иноку Иову, впоследствии первому патриарху московскому, подвижнику и страдальцу за русскую землю. Любовь к уединенным подвигам вернула его в родной Волоколамский монастырь, где святой Герман спасался как простой инок. Когда же в Москве появился новый еретик Матфей Башкин, не признававший святых тайн и отрицавший веру в Святую Троицу, святой Герман вместе со своим отцом, принявшим постриг в Волоколамской обители с именем Филофей, был вызван на Московский собор 1553 года. Собор осудил еретика Башкина и постановил послать его для вразумления в Волоколамскую обитель к святому Герману, известному святой жизнью, ревнителю Христовой веры. В 1555 году, после покорения Казани, там была учреждена архиерейская кафедра, на которую назначили архиепископом бывшего игумена Волоколамского монастыря святителя Гурия. Ему было поручено устроить в миссионерских целях Успенскую обитель в городе Свияжске. Настоятелем новой обители Успения при святой Богородице в городе Свияжске по указанию святителя Гурия был назначен святой Герман. Был выстроен каменный собор с колокольней и монашеские кельи. Сам настоятель жил весьма скромно в тесной келье под соборной колокольней. Святой Герман особенно заботился о собирании монастырской библиотеки. Вскоре монастырь его прославился широкой благотворительностью и стал центром просвещения Казанского края. 12 марта 1564 года по представлении святителя Гурия святой Герман был посвящен во епископа Казанского. Непродолжительное время его управления кафедрой отмечено заботой о построении храмов и о просвещении края. В 1566 году святителя Германа вызвал в Москву Иоанн Грозный и повелел избрать его на митрополитчью кафедру. Святитель Герман сначала отказывался от возлагаемого на него бремени. Царь не терпел возражений, и святитель должен был поселиться в митрополитчьих покоях до возведения в сан-метрополита. «Видя несправедливости со стороны царского окружения, святитель Герман, верный своему пастырскому долгу, попытался вразумить царя своими увещаниями. «Ты еще не возведен на митрополию, а уже отнимаешь у меня свободу», передал царь архиепископу через своих любимцев и приказал изгнать святителя Германа с митрополитчьего двора и держать в Москве под надзором. Около двух лет святитель пробыл в Апале и 6 ноября 1567 года скончался. Его похоронили в церкви святителя Николая Гастунского. По просьбе жителей города Свияжск мощи святителя в 1592 году были перенесены из Москвы в Свияжский Успенский монастырь. Группу его встречал святитель Ермоген, тогда митрополит Казанский. Перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского, из Москвы в Свияжский Успенский монастырь произошло в 1592 году. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобной Ефросини Александрийской празднуется представление преподобного Сергия Игумена Радонежского, всея России чудотворца, преподобной Ефросини в миру Феодулии Суздальской, преподобной Досифеи Затворницы Киевской, преподобного мученика Пафнутия Египтинна и с ним множество мучеников, а также исповедника Николая Розова Пресвитера, чествуется обретение мощей священномучеников Александра Смирнова и Феодора Ремезова Пресвитеров. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok